Теперь усы, лапы и хвост не единственные их документы. Электронный паспорт может появиться у каждого питомца. Для этого животное нужно маркировать или чипировать. Это процедура регистрации в единой международной базе. Чипирование – это введение микрочипа под кожу животного в область лопаточной левой или правой части. Выглядит вот таким вот образом. Чип – это специальный шприц, в котором находится микроскопический, скажем, датчик. Выделяется идентификационный код, единый. Чип ставится на всю жизнь. Вводится в международную базу. Чип содержит 15-значный код. По нему можно идентифицировать животное с помощью специального считывателя. В электронном документе содержится детальная информация о прививках, происхождении и о хозяине животного. Такой паспорт нельзя потерять, и процедура выполняется всего один раз в жизни питомца. Стоит она от 800 до 1000 рублей. Проводится пока добровольно. В основном хозяева чипируют породистых животных, участников различных выставок, либо при выезде за границу. В Барнауле зарегистрированных немного, но мы все же нашли. Например, у Сергея породистый кот – курильский бобтейл. Своего любимца Дюка он чипировал два года назад. Домашним животным это однозначно никак не вредит. Чип из себя представляет размер с пшеничное зернышко. Он заживает, буквально обволакивается жировой прослойкой в течение недели. Животное абсолютно никак его не чувствует, и вы его никак не прочувствуете. Я считаю, что это необходимая процедура. И в дальнейшем все к этому придут. Никто не застрахован от того, что животное может убежать, потеряться. Законопроект о маркировке и чипировании пока лишь в разработке. Если его одобрят, то вступит в силу с января 2019-го. Тогда уже всем, без исключения владельцам домашних животных и скота, придется регистрировать питомцев в обязательном порядке.